Всем привет, с вами Стас, это пробный ролик с короткими ответами на простые вопросы. Если у вас такие вопросы есть, или вы хотите высказать свое мнение об этой рубрике, стоит ее продолжать или не стоит, напишите об этом в комментариях, обязательно напишите. А сегодня я расскажу вам о том, как менять высоту сэмпла, не меняя его длину, и что делать, если ваншот сэмпл не меняется по высоте тона. Итак, давайте перейдем в степ-секвенсер. Вот у меня есть такой сэмпл фортепиано, он звучит вот так вот и имеет небольшую продолжительность, вот такую. Предположим, мы хотим отпустить его на октаву ниже, но мы столкнулись с тем, что он стал еще и длиннее, кроме того, что ниже. А мы хотим, чтобы он стал на октаву ниже, но при этом остался такой же продолжительности. Это очень просто. Нужно вот тут в моде resample переключить на stretch, и все. Точно такая же продолжительность, как и здесь. И вот здесь. А если ваш сэмпл не меняется по высоте тона, как вот этот, то есть смотрите. Я нажимаю разные ноты, он ослышал одинаковую высоту тона. Что делать? Вот я хочу, чтобы он играл F4, а он играет свою оригинальную высоту, не знаю, какая она. Итак, для этого нужно посмотреть, опять же, на эти настройки и увидеть, что у вас здесь в моде, скорее всего, выставлено авто. Меняете это на resample или на stretch и нажмете на time, жмете non и... Если у вас была такая проблема, то она решается вот настолько просто. На этом на сегодня все. Обязательно подпишитесь на этот канал. Если вам эта рубрика интересна, жмакните лайк. По поводу платных подробных курсов напишите мне, ссылка на меня есть в описании. На этом все. С вами был Стас. Пока.